почему я такое издалека так пошел в семейной жизни потому что сейчас вы поймете почему потому что сама по себе потребность любить она настолько колоссально ну то есть нам нужна энергия любви а мы ее вот понимать когда человек не служит сам любви то она не поддерживается вот допустим если взять духовный мир посмотреть кто там духовном мире там все вечно почему вечно потому что сами живые существа поддерживают энергию которая существует в этом мире если я что-то допустим ну примерно так если я улыбаюсь мне улыбаются я от того что мне улбается опять улыбаюсь а потом мне улыбается потому что я улыбаюсь так все вот это понятый запад держит поддержит одно другое и поэтому там ничего не кончается понимаете а здесь материальном мире все гаснет потому что душа, она не поддерживается, она ест энергию счастья, то есть она ее себе присылает, она не отдает назад, потому что ее потребность служить здесь пригасла, то есть мы ее приглушили в себе эту потребность служить, потому что мы не понимаем себя здесь как душу в этом мире. И весь этот мир так интересно устроен, что если ты вот живешь именно с этим настроением, что тебе служат, то все гаснет, все портится. Допустим, мужчина, женщина встретились, они подходят друг другу, Бог им дал совместимость, чтобы сердце, любовь шла, чувствовали они, что друг друга очень сильно. Ну то есть как Бог делает, Он подбирает так людей, чтобы я вот смотрю как бы на девушку и божественное в ней вижу, это означает любовь, мы об этом еще сейчас будем говорить. Вот это само собой видится, потому что иногда смотришь на девушку и думаешь, господи, вот и наоборот божественное не видится. Или допустим, девушка на парню смотрит только не это, вот она не видит божественное в нем ничего, вот, а ну как бы Бог, Он подбирает так людей, чтобы божественно виделось, понимаете, чтобы виделось божественно. Это Бог так делает, Он называет сердечная связь, вот между сердцами возникает такая сильная связь, которая дает возможность чистоту человека видеть божественно, это называется влюбленность. Вот влюбленность это очень чистое возвышенное чувство, но мы его начинаем эксплуатировать. Вот девушка моя, парень мой, вот, давай служи мне, раз ты меня любишь, давай бегай, прыгай, покупай мне что-нибудь в магазине, украшение, хочу наслаждаться тобой. То есть мужчина по-своему наслаждается, ему хочется трогать женское тело, наслаждаться телом ее. Девушке хочется, чтобы он ей что-то покупал, создавал атмосферу, вот она так наслаждается и вот рядом, чтобы он ей говорил слова какие-то добрые там и так далее. Ну каждый по-своему, короче, наслаждается, все хотят наслаждаться в этом мире, но это само по себе гасит энергию. И вот мы, допустим, пожили, пожили вместе, сначала вроде все хорошо, потом чуть похуже, но незаметно, потом еще похуже, потом еще похуже, потом еще похуже. Али Геннадьевич, у нас нет никаких чувств, что делать? Вот чувства кончились. Ну, мои дорогие друзья, сейчас уже делать что-то трудно, потому что когда у человека уже температура тела уже сливается с температурой комнаты, то тогда как бы очень сложно его привести опять к нормальной жизни. Понимаете, это означает, что тело померло. Ну, то есть температура какая у тела? Ну, такая же, как у комнаты. Ну, что мерить? Не надо, все нормально. Вот, понимаете, это уже поздно. И температура, допустим, ваших отношений уже нулевая, то есть между вами ничего нету, как вот возбудить, возродить эти отношения. Конечно, все возможно, но лучше до этого не доводить. Поэтому мы с вами делаем вебинар, потому что проблема, существует определенная проблема. Проблема заключается в том, что это желание эксплуатировать этот мир, не только близкого человека, вообще весь этот мир, в том числе Максима, вот требовать у него воду. Настолько сильно у нас внутри, что даже человек читает лекцию и все равно у него переключается на эксплуатацию. Понимаете, все, то есть у него не у нас это настолько глубоко зарыто в нас, настолько сильно сидит вот это вот желание. Вот, вот настолько сильно это все сидит, что сделать так, чтобы любовь двигалась активно, вот так вот существовала, функционировала между мужем и женой. Это колоссальная проблема, задача. И она начинается с вот самого главного, что душа спит в этом мире, понимаете. Для того, чтобы она активно любила, для того, чтобы она активно служила, ее надо будить. Вот это, вы говорите, Олег Геннадьевич, про еду начали говорить, про как мы живем в этом материальном мире. Мне надо с мужиком разобраться со своим, я поэтому пошла на этот вебинар. Вы понимаете, чтобы вам с мужиком со своим разобраться, вам надо понять, чем вы будете разбираться. Потому что, если душа не хочет служить, она не хочет просыпаться в этом мире, понимаете, то возможности служить нет. Нужно пробуждать душу, чтобы она жила активной жизнью, бодрой, чтобы впечатлял этот мир, понимаете, чтобы он краски поменял, чтобы он стал красивее, глубже, счастливее. Потому что в этом мире тоже духовная энергия существует, все пропитано этой духовной энергией, но мы из-за неправильного настроения, мы здесь очень блекло живем. Когда человек, блекность вот этой жизни увеличивается, то у него вообще сужается сознание. Вот, допустим, человек идет по улице, он не видит ни природу, ни солнца, ни мир на земле, ни свежий воздух, ничего, он только видит свою проблему, которую ему надо решить, потому что дай, 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 оно стало таким сильным, что он вот эту проблему вошел. Знаете, как маленький ребенок, он видит игрушку одну, у него мама есть, сися есть, все есть, все, что нужно для счастливой жизни. Но он вот игрушку одну видел и орет, ему игрушку не дают вот эту. У него сузилось сознание, он не видит ничего вокруг хорошего, понимаете. Вот так работает сила желания. И чем больше человек погружается в эту силу своих желаний, дай, 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 тем тяжелее ему обмен вот этой энергией любви делать, потому что она гаснет, гаснет, гаснет от этих дай, 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 понимаете. И поэтому страданий все больше и больше в жизни, и сужается сознание, означает, не подпитывается даже тело и психика человека, не подпитывается энергией, потому что нету любви. Вот, допустим, мне для того, чтобы природа питала мою жизнь, и чтобы я жил долго, я должен любить природу. Вот если я природу... А любить означает радоваться. Это вид служения. Вот, допустим, что мы делаем для природы? Олег Геннадьевич, вы говорите, надо служить природе. Вот на улицу я выбежал, допустим, я же эксплуатирую ее, хочу, чтобы энергии больше было. Ну, если ты так хочешь, то у тебя ничего не получится. Ничего тебе никто не даст. Надо радоваться природе. Радоваться означает служить. Вот если я, допустим, вам не радуюсь, вот вы пришли, я такой, ну ладно, я конфликцию прочитаю. Вот, вам неинтересно будет, вам будет думать, господи, что мы тут пришли, ему, мы сто лет не нужны этому Олегу Геннадьевичу, у него там своя жизнь. Вот. Вам будет неинтересно, скучно. Почему? Потому что я вам не рад. Ну, то есть, понимаете, обмен энергии начинается только тогда, когда есть радость. Вот я, допустим, вам рад, если тогда, ну, я об этом, я не знаю, это по лицу заметный вид, я сказал в начале лекции, что рад. Вот Юля улыбается, мне нравится. Вот, я рад. Ну, то есть, допустим, это вдохновляет меня читать лекцию. Точно так же природа, я радуюсь природу, она мне сразу дает энергию. Мы об этом ничего не знаем. Мы думаем, надо просто к дереву прислониться, вот так устоять, чтобы давал энергию. Что не дает энергию? Давай, давай. Вот, надо ему радоваться еще, понимаете. Когда ты кому-то радуешься, идет обмен энергией. Вот это и есть служение. То есть, мы начинаем служить, тогда нам дают энергию. Вот я, допустим, уже не обрадовался, она сразу пошла готовить. Не обрадовался, она говорит, сам себе готовить. Вот, потому что у ней пропадает желание. Желание служить всегда, оно возникает, когда ты радуешься. Если не радуешься, то, значит, не возникает желание. Ну, то есть, нам по-любому надо это вот включать в служение. Мне здесь, в этом мире, конечно, хочется балдеть все время, ничего не делать, чтобы тебе все служили. Но надо вот это включать, иначе у всех пропадает интерес. Даже природа тебе любовь не хочет, здоровье не хочет давать, представляете. Ей тоже надо, кажется, радоваться, любить вот эту природу. Если ты ее не любишь, идешь просто по улице, думаешь о своем, то почему-то она мне не дает энергию. Что такое вообще? Вот, или, допустим, пришел домой, сел, жрать давай. Вот, и жена, она говорит, сам себя корми, и ушла. Не понял. Вот, понимаете, ну что тут понимать? Не вдохновил ты ее? Она тебя ждала, 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 ждала с работы. Ты пришел, на нее даже не посмотрел. Ну, она сразу расстроилась и ушла плакать в соседнюю комнату о своей несчастной жизни. Почему? Потому что никто ей не радуется, но нет обмена. Понимаете, нет обмена, нет любви. А обмен это аскеза. Вот он с работы пришел, уставший, как собака. Вот, такой, ему тяжело. Радоваться не может он, у него нет сил. А надо, потому что, а он не знает об этом, что надо. И он такой, жрать давай. Вот, он уставший, ему тяжело радоваться жене. И она раз пошла плакать в соседнюю комнату, потому что она-то жила вот для того, чтобы он благодарен был, радовался ей, любил как-то. И она для этого вообще красилась, там, платье одела красивое, чтобы он вот обрадовался ей, как женщина. Ну вот, а он, ну, тупой, как баран вообще. Ну, как вот с таким человеком жить, непонятно. Вот, надо же, как бы, понимать, что женщине нужно. Ей нужно, чтобы ее любили, радовались ей. Она же для этого родилась красивой, специально для этого. И вообще, вот, на меня вообще, когда я до тебя замуж вышла, до тебя, вот столько парней смотрела. И как они на меня смотрели вообще. Все радовались моей красоте постоянно. Как меня увидят, меня улыбаются так себе, ласково, потому что я красивая. И сама об этом знаю. А ты пришел с работы, жрать давай. Ну, что это вообще за отношения? К моей красоте, к моей молодости. Вот я свою молодость тебе отдаю вообще. Женщина молодости, это вообще самое лучшее в жизни. Мне столько красоты, и она сама себе нравится в это время. Вот. Не то, что там, допустим, кому-то нравится. Но сама себе и так хорошо. Она вся рука на себя смотрит, и так классно. Мне нравится, очень красиво ей. Вот. Жрать давай. Вообще, не хочу жить с этим человеком. Села, плакать начала. Потому что я не хочу с ним жить, хотя у нас уже и дети. Потому что он не ценит мою красоту. Он думает, я работал, целый день работал вообще. Ради нее целый день работал, деньги израбатывал. Пришел. Никакой благодарности. Сижу, жду, когда меня накормят. Никто меня кормить не собирается. Это зачем вообще я связался с этим человеком? Вот столько девушек вообще хотелось за меня замуж. Сами даже намекали. Вот. И готовы ли были мне вот готовить и кормить целыми днями вообще? А тут пришел. Никому не нужен. Пошла в соседнюю комнату, что-то там придумала себе. И плачет сидит. Ну что за жизнь вообще? Видите, для того, чтобы энергия любви текла, для этого нужна аскеза всегда. Вот надо улыбаться жене, видеть ее как в первый раз. Надо это, надо. Понимаете? Кому это надо вообще? Ну тебе надо, чтобы у тебя была нормальная жизнь. Иначе у тебя будет не очень нормальная жизнь. Будешь страдать. Видите? И поэтому в этом мире для душ, которые спят все время, они хотят наслаждаться этим миром. Поэтому они спят, потому что их основное желание – это служить. Когда желание служить просыпается, человеку так хорошо становится. Ну приведу пример, допустим. Ну так иногда бывает, что вот, допустим, женщина поехала на дачу к себе и там начала копать землю. Ну она копает, потому что надо сажать же это все, чтобы росло. Но она когда копает, она вот думает, земелька моя родная, пускай будет удобрена, вот цветочки мои дорогие. И как-то у нее проснулось желание служить. И так ей хорошо стало на этой земельке. И она там целый день проводит и радуется. И ей так хорошо, потому что идет обмен. Понимаете? Вот это удивительно знать, что когда каким-то образом вдруг у нас проснется вот это вот естественное желание служить, то это так впечатляет. Потом она говорит, я хочу на дачу. Почему ты хочешь на дачу? Ну потому что мне там хорошо. И она все бросает и бежит на дачу едет. Почему? Потому что ей вот нравится там находиться, потому что она там служит. Она там заботится о растениях, заботится о... И когда человек где-то нашел место, где он может служить, или допустим в ясли, женщина ходит там, ей нравится, о детях заботится. Все, она туда бежит, ей не хочется здесь, потому что душе так нравится. У нее такие яркие краски, вот от этой дачи, от этой земли цветочки у меня такие. Она говорит соседке, посмотри, какие у меня цветочки. Так говорит, ну какие, ну обычные цветочки у меня точно такие черные, смотри. Вот она говорит, да нет, но у меня, посмотри, какие красивые они выросли. Ну то есть она, когда служит, допустим, чему-то, она так сильно вот включается в эти отношения, так сильно видит эту красоту, ей так нравится все это. Или вот в яслях, деточки, посмотри у нас, какие классные деточки, вот в яслях. Я озабочусь о них. Ну то есть он говорит, ну деточки, где-то сидят и писаются, как обычно. Нет, ты не понимаешь, они такие классные вообще. Почему? Потому что душа вот начала этим деточкам служить, и она другие впечатления от жизни начала получать, понимаете? Совсем другие впечатления от жизни. Теперь давайте в самое начало. Я начал говорить о материальном мире, о том, что душа как сюда попала, что она здесь охмурилась такая. И все, и как бы требует все себе. Краски жизни поблекли, она живет как во сне, потому что нет яркой картины жизни, понимаете? Но старшая жизнь нужна. Вот, нет настоящей жизни, потому что служения нет. И вот эти впечатления, когда душа служит, они вот эти яркие впечатления от жизни остаются надолго. Даже, может, на несколько жизней, когда душа, она вот эту энергию служения поймала в жизни. Из-за того, что по какой-то причине она как-то включилась, понимаете, в служение другим.